По традиции концерт, посвященный Дню Франкофонии, стал итогом недели французской культуры, проходившей в стенах Тюменского госуниверситета. Традиционно главным героем и главным персонажем всего происходящего сегодня здесь является французский язык. Во всех его воплощениях, в стихотворной, в музыкальной форме, если кому-то получится, то и в танцевальной форме. В этот день в Институте филологии и журналистики собрались люди, так или иначе имеющие отношение к французскому языку. Студенты, школьники, педагоги и просто увлеченные французской культурой тюменцы. Франция – это страна с богатой культурой, которая привлекает весь мир своей культурой, своими традициями, своей едой даже. Но я вообще пришла учить французский спонтанно. Я просто выбирала между английским, немецким и французским и поняла, что хочу больше склоняюсь к французскому. Зажигательная концертная программа исключительно на французском языке. Интересные вокальные номера, завораживающие французские стихи. Все это увидели и услышали гости концерта. А благодаря студентам из Франции все присутствующие смогли окунуться в историю, а точнее в далекие Петровские времена. Здравствуйте, дорогие друзья, очень приятно. Меня зовут Терри Марио, я француз. Я приехал из Голоди, Тулузия. В этом году я буду пьет в французской форме. И сегодня, в этом году, есть новые французские студенты. Я думаю, что это очень интересно. Что будет новый шоу, новый спектакль. Я думаю, что все будет интереснее. Мы видели, что в России мы любим много французскую культуру. И это тоже в Франции. Но французы знают много книг, Торстой, Достоевский. И потому что у нас рядом культура в Японии. И наши истории тоже, потому что раньше ваш царь говорит по-французски. И действительно, многовековая дружба русского и французского народов продолжается. Студенты наших государств охотно выезжают на учебу по обмену. Сегодня в Тюмгу по разным образовательным программам обучается 11 французских студентов. Диляра Шейхудинова, Николай Салдаев. Для Евразион ТВ.